Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Нашей подписчице Яне встретился очень полезный журнал. Отлично подойдет для тех, у кого уже не осталось надежды самостоятельно написать контрольную. Если все совсем плохо, то можно и помолиться. Хуже точно не станет. Вот Костя реально везунчик. Найти сухарик такого размера доводилось точно не каждому. Жалко, что они целую горбушку в пакетик не затолкали. Фотография, присланная Максимом, доказывает, что уже даже мертвые бараны поняли, что нужно сидеть дома во избежание неприятностей. А вот некоторые люди все еще не поняли. Увы. Что-то странное происходит в небе над городом Василия. Кто нарисовал там гигантскую восьмерку? Или это велосипед? А может очки? Не знаю, но все равно подозрительно. Николай задается справедливым вопросом. Неужели нельзя было устроить окошко в другом месте, если уж колонну перенести не получается? Но нет, простых путей никто не ищет. Такое интересное объявление прислал нам Макс. Видимо, первую маску, чтобы зайти в аптеку, требуется добыть в частном поединке на улице. Очередное доказательство того, что у нас самые уникальные подписчики. Вот Сергей похвастался крайне необычным пальцем на ногах. Я, конечно, все понимаю. Маленькая ванна, экономия места. Но не страшно купаться, когда над тобой нависает эта громадина. Радмир задает резонный вопрос. А где, собственно, труба? Хотя неудивительно, что ее там нет, поскольку вентиль и дыру в полу устроителей совместить не получилось. Максим вот удивляется, почему лестницы есть, а двери нет. Хотя, что непонятного? Вход через окно. Наш подписчик Макар оказался в крайне затруднительном положении. Вот спрашивается, чему верить, если на одной упаковке написана разная информация о бургере? Знаете, кого больше всего не любят перфекционисты? Мастеров, укладывающих плитку. Мало того, что среди зеленых плиток они умудрились положить одну голубую, так еще и все швы кривые. Подписчику Илье просто было нечем заняться, поэтому он нарисовал такую фигуру. А нам теперь приходится на нее смотреть и понемногу сходить с ума, пытаясь понять, что с ней не так. При виде нашей подписчицы Татьяны даже бетономешалки на дорогах улыбаются. Вот что значит хороший человек. Вот как бы намекнуть людям, что одноразовые маски так называются не просто так, и попытка ее погладить добром не закончится. В общем, не повторяйте таких ошибок и выбрасывайте их сразу после использования. Игорю удалось проверить на себе силу самовнушения. Интересно, если 200 раз повторить, что дверь все-таки синяя, можно себя в этом убедить? Я не понимаю, почему Арсен жалуется на эту порцию чая в столовой. Мало того, что он с лимоном, так он еще и с мясом. Вот где вам еще доведется попробовать экзотический чай с мясом мухи? Это что еще за чудеса генной инженерии? Чем нужно поливать огурец, чтобы он вырос двойным? Как следует реагировать, когда маленькая сестра долго рисует, старается, а потом приносит вот такой шедевр и говорит, что это ты. Вроде стоит похвалить ребенка за старание, но все равно обидно немного. Вот до чего скука людей доводит. Набрал Владислав карандашей из Икеи и давай из них башни строить. Кстати, неплохой способ скоротать время. Бывает такое, что вся вселенная против того, чтобы у вас получилась хорошая фотография. В данном случае сотрудничать отказалась камера. Да чего же непонятливые люди живут в городе у Даниила? Смотришь на это объявление и прямо ощущаешь всю боль кассира, которого замучили однотипными вопросами. Бывает такое, что пользуешься какой-то вещью, а потом выясняется, что она на самом деле и неправильная. Ну вот, прямо как ручка на этой кружке. Производителям одежды было бы не лишнее иногда рассматривать свои шедевры, прежде чем отправлять их в магазин. Потому что футболка с собачками – это, конечно, очень мило, но у них там образовался очень странный гибрид. Здесь не произошло ничего особенного. Просто София пыталась приготовить себе попкорн, но, кажется, что-то пошло немного не по плану. Наш подписчик Илья занят поистине важным для человечества делом. Он решил создать устройство, не позволяющее путаться проводу наушников. Ну, первая модель, конечно, получилась не очень, но не оставляй попыток. Наверняка тебя ждет слава Илона Маска. Хорошо, когда ты любишь киви, и у вас это с ним взаимно. Вот меня киви не любят, по крайней мере, в форме сердечка мне ни разу не попадалось. Ксения справедливо возмущена тем, что строители везде оставляют мучительные для всех перфекционистов мелочи. Неужели так сложно не допускать таких промашек? Подписчику Слави встретился очень необычный нарисованный кот, у которого буквально глаза в кучу. Хотя, может, это какая-то новая порода? Алана решила поделиться своим негодованием по поводу людей, которые паркуются так, словно они одни живут в этом городе. Полностью поддерживаю ее возмущение. Что может быть лучше холодной мороженки в жаркий летний день? А что прикажете делать, если мороженое жареное? По крайней мере, именно такое лакомство встретилось нашему подписчику Никите. Нигде еще весна не наступала так явно, как во дворе у Максима. Вот уже наполовину наступило, еще немного и наступит во всем дворе. Не знаю, где живет Иван, но у них там на деревьях ботинки растут. Занятное местечко, ничего не скажешь. Вот жил Степан с младшим братом и даже не подозревал, что в доме подрос еще один геймер. Всегда подозревал в Скитлз какой-то подвох. Вот, наконец-то Антон подтвердил мои опасения. Нас все это время обманывали со вкусами. Наш подписчик Мадияр нашел очень необычную вещицу, которая оказалась талисманом, приносящим удачу. Надеюсь, новому владельцу повезет больше, чем предыдущему, который его потерял. Вот Егор просто увидел какую-то старую разломанную деталь и решил, что она кричит от страха. Что ж, я бы тоже кричал, если бы был старой сломанной деталью. У другого Егора проблема посерьезнее. Дверь на чердак есть, а лестница к ней не предусмотрена. Видимо, придется практиковаться в прыжках с шестом, ну или в скалолазании, чтобы до нее добраться. Не выбрасывайте старую бытовую технику на улицу, а то она будет на вас постоянно пристально смотреть, и вам будет стыдно. Подписчик Владислав открыл секрет крутых фото всех руферов и теперь тоже может постить крутые фоточки без риска для жизни. Все перфекционисты дружно всплакнули при виде этого фото, присланного Ильей. Вот нет бы что-нибудь приятное для перфекционистов прислать, хотя бы для разнообразия. Да уж, создатели шампуня явно не заморачивались ни над дизайном, ни над названием. Интересно, насколько успешны у них продажи с таким названием продукта? Если вы решите разобрать миксер, то во время процесса он будет смотреть на вас с вот таким испуганным видом. Кажется, он не очень-то верит в технические способности мастера. Хм, да уж действительно неудобненько вышло. Но от такого казуса никто не застрахован. Кто бы мог подумать, что когда шьешь игрушку для своей кошки, может крупно повезти. Еще бы пару миллиметров, и иголка точно бы воткнулась в палец. Ох, как же я понимаю, Максима. Когда покупаешь такую большую коробку конфет, ожидаешь, что их там будет побольше, чем девять штук. Но маркетологи не дремлют и продают нам пустые коробки. Кажется, Саят живет в настоящем раю перфекциониста, где даже заваленный горизонт не нарушает общей идиллии. С покупками в интернете следует быть осторожным. Вот нашему подписчику Владиславу вместо купленного телефона пришел нарисованный. На уму достались пальцы на руках разной длины. Довольно необычный подарок от генов. Вот и как теперь верить в симметрию нашего организма? А другой наш подписчик может сгибать пальцы под очень необычным углом. Интересно, в жизни как-то пригодилось такое умение? Сидя дома, многие начинают изобретать необычные способы скоротать время. Наши подписчики не исключение. Вот кто-то сделал себе из мячика нового друга. Алексей прислал нам фотографию, где видно, что строители очень старались, но в очередной раз не смогли все сделать правильно. Хотя на сей раз почти получилось, нужно отдать им должное. Картофелиной такого размера, как нам прислал Саша, можно всю семью накормить. Вот это я понимаю, корнеплод! Вот так соберешься чайку попить. Ничего не предвещает неприятностей. Заглядываешь в кружку, а оттуда на тебя странная физиономия смотрит. И сразу как-то чаю расхотелось. Заходит лев в туалет, а там муравьи искренне радуются встрече с ним. Приятно делить жилище с такими милахами. Кот одного из наших подписчиков возомнил себя травоядной гусеницей и принялся уничтожать комнатные растения. Ну что ж, можно посоветовать пасти кота на ближайшем участке. А вы знали, что у терминатора была собачка? Фотография мячика, присланная нам Виталием, подтверждает эту теорию. Вы когда-нибудь замечали, что макароны во время приготовления кричат? А Никита заметил и прислал нам фотоподтверждение этого факта. Арслан, хозяин кота, считает, что у его питомца на лбу буква Ш. Может быть, это, конечно, и другая буква, но кот с такой необычной окраской смотрится очень солидно. Что самое главное в детских игрушках? Правильно, реализм. А значит, во всех стратегических местах должны быть дырочки с обстроенными пищалками. Фото, присланное Дарьей, доказывает это утверждение. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фотографии, чтобы попасть в следующий выпуск. Все ссылки я оставил для тебя в описании.